Сатана Здравствуйте, братья и сестры! Продолжаем читать 32 главу невидимой брани святого преподобного Никодима Святогорца. В прошлый раз мы с вами читали о том, как сатана не успокаивается в желании, в стремлении погубить человека. Когда человек преодолевает первые препятствия на пути спасения, преодолевает свое нерадение, преодолевает желание оставить все на потом, все-таки начинает ревностно стараться, трудиться, узнавать. Не знаете, что дьявол теперь отпал от него, отступил от него, и не перестает ему вредить. Нет, с вами читали, что со всех сторон нападки продолжаются. В виде внушений, в виде помыслов, в виде чувств, в виде привычек, которые у человека, к сожалению, остаются. Знаете, например, бывает такой вопрос, что почему человек после крещения продолжает грешить? Ведь в крещении что происходит? Ведь благодать Божия приходит в человеческое сердце. Сатана изгоняется из сердца. Христос приходит туда, освобождаясь человеку от грехов. Почему же мы продолжаем грешить? Ведь хотя, как об этом свидетельствует Святая Церковь, если бы человек захотел, то после крещения он бы мог жить совершенно без греха. То есть жизнью совершенной. Но, к великому сожалению, в большинстве своем люди возвращаются к грехам. Почему? Потому что остаются привычки. У человека после крещения, особенно если он не готовился к укрещению. Если он не подошел к этому делу со всем усердием, с покаянием, с началом уже перемены жизни своей, то у него остается прошлое мировоззрение, прошлое отношение к людям, к жизни, к ситуациям, прошлое отношение к самому себе, привычная реакция на жизнь. А какая жизнь у человека до крещения? В рабстве у дьявола. Да, это может звучать как-то громко или страшно, но это факт. Как в этом убедиться? Проживи один день и понаблюдай за собой. С утра до вечера. Проснулся и до того, как ты спать лег. Посмотри своими мыслями, посмотри своими чувствами, посмотри за своей реакцией на что-то. И что ты увидишь? Ты увидишь бездну греха. 99% наверное то, что происходит с нами, составляют те или иные прегрешения. Большие или малые. И причем каждый человек может убедиться еще в собственной немощи, когда пытается сопротивляться этому. Знаете, наверное, только в горделивых мечтах хорошо себе представлять, что я сейчас-то, понятно, что живу как-то не так, как надо. Но вот если я захочу, если я соберу все свои силы, напрягусь, я уж точно все исправлю. У меня точно все получится. Исправь. Ну, давайте вернемся к тексту. Так вот, нападает дьявол на человека через внешнее, внутреннее нападение. Вот мы с вами слышали о том, что первым делом еще у дьявола это есть как подготовка места для себя в самом же человеке. Это внушение человеку, начинающему доделать спасение, внушение того, что, опять же, вот этого понимания собственного самодостаточства, что не нужен никто по большому счету, я сам со всем справлюсь. Не надо мне совета, не нужна мне какая помощь. Потому что вот эта вот наша самость, вот этот корень всех наших бед самолюбия просто так из человека не исходит. Даже согласившись с тем, что, да, необходимо там гордости сопротивляться, необходимо смирение, человек рассудком соглашается, но сердце еще по привычке желает жить другой жизнью. Что еще происходит? Второе, что устрояет враг, это оставить новичка не только без руководства, но и без помощи. Положивший обходиться в жизни своей без совета и руководства, скоро сам собою переходит к сознанию ненужности сторонней помощи при совершении дел своих и ведении богугодных порядков. Но враг ускоряет этот переход тем, что скрывается сам и не делает нападений на новичка, который, восчувствовав такую свободу и льготу, начинает мечтать, что это доброе состояние есть плод у собственных усилий. И вследствие того, почивает в них и в молитвах своих о помощи свыше, говорит, как бы только сквозь зубы, потому только что так пишется в молитвах. Помощь неискома и не приходит. И остается таким образом новичок один, с одними своими силами, а с таким врагу легко уже управиться. Вот она хитрость-то открывается. Сначала внушить человеку, зачем мне чей-то совет, как бы и сам совсем вроде бы разбираюсь, а потом внушить человеку вот это вот ложное ощущение покоя. Действительно, дьявол по злобной своей хитрости не нападает на человека в какое-то время. Или действует льстиво, впрыскивая в него отраву свою, услаждая человека, опять же, вот этими такими размышлениями добрыми, где-то благочестивыми, как кажется, человеку. Но который так или иначе внушается, вот как что-то личное для человека. Что вот я могу, у меня получается, я способен, я вообще не такой, как все. Правда, доводилось слышать такое рассуждение одного молодого человека, только пришедшего в Церковь Христова, такие рассуждения, что я всегда был не такой, как все. Я всегда как-то особенно был справедлив, особенно стремился к правде, вот особенно как-то чувствовал там правду или зло, то есть всегда как-то к добру был расположен. Знать ничего о себе этот юноша еще не знал. А самое ведь, что главное, всех собой сравнивал, причем всех видел в дурном свете. Как ты, человек, можешь говорить, что я не такой, как все? Ты что ли знаешь всех? Ты знаешь, что у человека в душе? Ты знаешь, почему тот поступает так или иначе? Одному Богу только известно. Единственное, что мы можем знать, это только что-то о самом себе и не более того. Вот это мнение, но очень хорошо усваивается человеком. Ему хочется так считать, хочется видеть себя особенным, уникальным и избранным. И дьявол вот здесь действительно, он очень сильно, так скажем, в кавычках помогает человеку, успокаивая его. И действительно после этого, ну к чему какие-то просьбы о помощи? Да, человек говорит, Господи, помилуй. Но милость ему не нужна, чего мне миловать-то? Это все нормально, и все получается, все хорошо. Я на пути в Царство Божие. Я уже сел на скорый поезд. Никто меня не собьет. Да стоит мне только напрячься, так и все силы зла передо мной рухнут. Как лесточник говорит, убеждай супостата именем Христовым. Я знаю, как это делается. Я скажу, Господи Иисусе, и все бесы пали. Господи помилуй, действительно, с таким врагу легко уже управиться. Следствием такого самопрельщения бывает для одних то, что они бросаются на чрезмерные подвиги не по силам и не по времени. Сильно возбуждение энергии самонадеянностью дает им на первый раз силу протянуть такие подвиги несколько времени. Потом силы их истощаются, и они не находят уже их в себе столько, чтобы держать самоумеренные подвиги. Они редко и от этих отказываются. То есть вот одно такое проявление. Человек, видя себя таким успешным, пытается браться за все, не по времени, не по возрасту, не по месту. И, в общем-то, да, по энергии самонадеянности какое-то время даже и тащит такие подвиги. Но потом, что ж, в итоге сдувается, силы заканчиваются. А так как на Бога-то надежды нет, и у Бога-то и помощи-то просить не привык, очень скоро он вообще все оставляет. А дальше на него нападает дьявол уже с утроенной энергией, внушая ему страшнейшее уныние и отчаяние, что ничего у тебя уже не выйдет. Он-то какой был герой. Если уж ты герой не справился, то и вообще у тебя не справится никак. А иные же, разжигая свою самодеятельную энергию все более и более, доходят к такой самоуверенности, что считают все для себя возможным. В этом возбужденном состоянии они делают пагубные шаги. Бросаются в колодцы высохшие или с утесов. Где живут в пещере какой. Совсем отказываются от пищи и подобное. Все это устаряет враг незаметно для прельщаемых. Ну, сразу да тут малое объяснение, зачем в колодцы бросаются или с утесов. Ну, считай, что ангелы на руках возьмут тебя. Да не приткнешься камень ногой твоей. Помните, как Господь сатане сказал, что? Сказал ему, когда тот предложил ему то же самое, что уйди от меня, сатана. Не скушай Господа Бога твоего. Ну, вот прельщенный человек ему, в общем-то, кажется, что уж его ангелы-то точно понесут. Для других следствием самопрельщения, приписывания себе самим своих успехов, бывает то, что они делают себе право на разные послабления и льготы. Есть прелесть в жизни, что когда вводится в нечто новое, как, например, упокаявшегося, тогда дни кажутся месяцами, недели, годами. От этого потрудившемуся немного в порядках новой жизни враг легко вбивает в голову мечты. Сколько уж я потрудился, сколько времени постился, сколько раз ночи не спал и подобное. Можно немного и отдохнуть. Отдохни, толкует враг, дай покой плоти. Немножко и развлечься можно. Как только согласится на это неопытный новичок, пойдут у него льготы за льготами, пока, наконец, расстроятся все порядки богугодной жизни. И он спустится в ту же жизнь, которую оставил. И начнет опять жить в нерадении беспечности. Спустя, как говорится, рукава. Ты правда, до такого дойти очень быстро и просто. Когда ты живешь подобной самонадеянной жизнью. Действительно кажется человеку, что плохо будет, если я немножко тут отдохну. Ну, воздерживался я там сколько-то. Ну, ладно, согрешу. Но я же уже знаю, как жить воздержно. Потом встану. И вот это опять на потом откладывание. И все. И унесло человек. И вот тебе и гибель. С такими, впрочем, ускушениями чуждаться и совету руководства других, приписывать себе успехи, замышлять о чрезмерностях и послаблениях. Враг не в начале только доброй жизни подступает, но делает попытки к таким внушениям и в продолжении всей ее. Поэтому сам видеть можешь, как необходимо тебе все, что не делаешь, делать с советом. Никогда никаких успехов, как бы они ни были малы, не приписывать себе и своим силам, и своему тщанию, да, то есть своему старанию. Бегать всяких чрезмерностей и послаблений, да, видим, жизнь должна золотая посередине должна вести, да, то есть вести жизнь ровную, но энергичную, живую, всегда в порядках однажды заведенных и установленных по примерам святым, прежде живших, и с рассуждением опытных людей, современных тебе. Вот такая была глава 32. Третья вторая.